Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Решение такого, правда, не принято. Депутаты высказали опасение, что это только приведет к росту долга кировчан, который уже сейчас превышает миллиард рублей. Некоторые предложили даже на год заморозить взимание платы за капремонт, потому что тратиться деньги не успевают и на экономику не работают. Селезнев на это ответил, что миллиарды, собранные из кировчан, лежат в банке и приносят проценты. Программа Экономика. Бизнес может узнать, как размещать вывески, чтобы не получить штрафы. Управление градостроительства города согласовало паспорта наружной отделки фасадов домов, которые планируется капитально отремонтировать в этом году, в том числе в рамках подготовки к 650-летию Кирова. Фасады хотят очистить от визуального шума и выработать единый стиль оформления. И расчистку домов от рекламы хотят синхронизировать с капремонтами. Власти опубликовали паспорта внешней отделки, чтобы предприниматели могли понять, где и какие вывески можно размещать без проблем. К каждому конкретному дому приложен список расцветок по конкретным элементам, карнизам, дверям, окнам, например, а также указано, где вывески какого типа разрешены. А за рекламу в неположенных местах предусмотрены штрафы от 1 до 1500 рублей для физических лиц, от 20 до 100 тысяч для юридических. Приставы забрали у кировчанина часть миллионного выигрыша в лотерею. Тот должен был по кредитам более 600 тысяч рублей. Мужчина официального дохода не имел. Судебный пристав установил, что у него есть автомобиль. Его арестовали, продали, но это не позволило погасить долг полностью. Избавиться от него помог счастливый лотерейный билет. По данным Кировского управления службы судебных приставов, из миллиона рублей в счет долга и уплаты исполнительского сбора забрали 430 тысяч. Завершение о валютах. Доллара сегодня 72.50, курс евро 86.70. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. Субтитры создавал DimaTorzok